Возвращаясь к актуальному, депутаты Комитета по городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами рассмотрели вопросы по освещению детским площадкам, контейнерам ТБО и другим. Безопасное колесо. Отряд «Вид» из Кунгура стал участником финала всероссийского конкурса. Любимый Кунгур. В Кунгуре подвели итоги конкурса фотографии. Депутаты Кунгурской городской думы продолжают встречаться в режиме онлайн. Очередное заседание Комитета по городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами состоялось в формате видеоконференц-связи сегодня. Наибольшее внимание депутатов было уделено тем вопросам, к обсуждению которых они возвращались неоднократно. Это исполнение гарантийных обязательств по муниципальным контрактам, восстановление наружного освещения, организации, площадок для вывоза ТБО и многие другие. Ответ перед народными избранниками держали новый руководитель управления городского хозяйства Игорь Лепихин и первый заместитель главы Кунгура Олег Лихачёв. Стоит отметить, что большинство вопросов были сняты с контроля Комитета Думы. Подробности заседания в ближайших выпусках «Города новостей». В конкурсе «Любимый Кунгур-2020» приняли участие шесть фотографов. Они представляли 60 фотографий по трём номинациям. Кунгур – архитектурный, кунгур – событийный, городской пейзаж. Конкурсы уже восемь лет. В этом году победители получают денежные призы. Поощрение за первое место – 3750 рублей. За второе место приз будет в размере полуторых тысяч и за третье – тысячу рублей. Таким образом, по решению комиссии распределился призовой фонд. И тысяча рублей будет за фотографию, обмеченную специальным призом комиссии. Игорь Ваганов в трёх номинациях занял первое, второе и третье место. Кроме этого, фотограф получил специальный приз. «Просто надо же для родного города что-то сделать, какие-то фотографии красивые, тем более город туристический». «Я вот обычно путешествую на велосипеде, всегда с собой фотоаппарат беру, какие-то места получил. Ну, едешь где-то по деревням ездишь, и интересные моменты фотографирую». Награждение организаторы смогли получить от фотографов обратную связь и предложить новые номинации. Такие, как чёрно-белые фотографии и «Кунгур глазами детей». Все представленные на конкурс изображения города в этом году пополнят общий фотобанк. «Вам сегодня была огромная честь защищать на уровне Пермского края знания правил дорожного движения». От лица края – важное мероприятие не только для первой школы, но и для всего города. Наши юные инспекторы дорожного движения представляют весь Пермский край на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Формат конкурса онлайн на связи все 85 регионов нашей страны. «Сегодня большая удача, потому что вы дома выступаете на всероссийском конкурсе. А дома и стены помогают. Поэтому будьте просто уверены в своих знаниях. Берите пример со своих педагогов, лучших педагогов, Надежды Рафаиловны и Оксаны Валерьевны. И также целеустремленно идите вперёд. Учитесь первой. Будьте и аргумент». Отряд «ЮИД» из Кунгура осенью прошлого года выиграл конкурс «Безопасное колесо в краю». Дети в течение всего года готовились к финальному этапу, но пандемия внесла свои корректировки в сроки проведения. «Чтобы поехать на всероссийский конкурс в июне месяце. Но в связи с такой ситуацией, эпидемобстановкой, конкурс своевременно не состоялся, и его перенесли. Переносили на непределённый срок, и в итоге он сегодня онлайн. Все 85 регионов». Финальный этап конкурса состоит из трёх теоретических этапов. Оказание первой помощи, знатоки правил дорожного движения и третий этап ОБЖ. Время на тестирование – 35 минут. Лучшие пять команд примут участие в вочном этапе. Имена команд победителей станут известны 15 декабря. О том, что стадион «Труд» требует масштабного ремонта, спорить не приходится. Частичные ремонты, поддерживающие его текущее состояние, не способны решить вопрос глобально. Тема реконструкции – центральной спортивной площадки города, которая к тому же является и основным местом действия церемоний открытия и закрытия небесной ярмарки. Впервые затронули при губернаторе во время его визита в Конгор. Вновь к ремонту стадиона вернулись на системном часе, который прошёл в конце ноября. Губернатор дал поручение изыскать средства на реконструкцию труда. В целом потребуется более 60 миллионов рублей. Основные работы запланированы на 2022 год. Что нужно с нас по стадиону «Труд»? Это проектно-смертная документация, положительная экспертиза, объявление на аукцион, ну и потом заходим во все рабочие моменты. Следующий вопрос, затронутый на совещании – это реконструкция городских дам. Защитное сооружение Паблюхера уже отреставрировано. Работы сданы, и жители Зайерей не могут чувствовать себя в безопасности. А вот по ремонту дамбы на улице Труда пока имеется ряд вопросов. В ходе работ было обнаружено бетонное сооружение, которое сейчас требуется встроить в существующий проект. Вероятнее всего, реконструкция продолжится уже в будущем году. Обществоимость проекта составляет более 20 миллионов рублей. За выполнение данных работ подрядчику не выплачено ни копейки, ни местного, никакого, ни другого бюджета. То есть пока сейчас они не устранят свои замечания, мы им платить ничего не будем. И они об этом четко все знают. Поэтому сейчас ждем проектное решение, а дальше уже будем смотреть, куда двигаться. Среди других вопросов на совещании при губернаторе обсудили дальнейшее развитие программы «Комфортная городская среда». А также, пожалуй, самую острую для города проблему – это расселение кунгуряков из ветхого и аварийного жилья. В ближайшее время многие жители Кунгура получат долгожданные выплаты. Сегодня между администрацией города Кунгура и министерством ЖКХ подписано соглашение по финансированию. Нами отработаны списки. Мы уже сейчас готовим платежки. И на системном часе было определено, обретены сроки губернаторам – декабрь, январь, февраль месяц. Произвести полностью оплату жителям, по которым есть у нас судебные решения. То есть это где-то 160 исков на общую сумму, где-то почти 240 миллионов рублей. Обсуждение проблем отдельно взятых территорий на системном часе позволяет найти максимально быстрое их решение. А поскольку город и район вошли в этап объединения, многие вопросы можно будет разрешить еще быстрее. В результате сокращения чиновников и госаппарата у нас будет экономия бюджетных средств. Эта экономия может пойти на развитие территории. Ну и плюс край в рамках поддержки этой инициативы будет софинансировать. И на каждый сэкономленный рубль краевой бюджет будет предоставлять также рубль. Сегодня на улице Гоголя меняют освещение. Координатор, который собирает все заявки на ремонт освещения – это УГХ. Все заявки делятся на приоритетные. В основном это предписание надзорных органов, обращение в прокуратуру или администрацию и плановое. В первую очередь работу проводят по приоритетным заявкам. К таким относится и улица Гоголя. Сегодня мой персонал работает по улице Гоголя. Там есть обращение через прокуратуру. То есть сегодня мы должны засветить район городской больницы красной. Обследование у нас порядка 40 светильников будет. Порядка 20 как минимум мы сегодня восстановим. Есть такая информация, что где-то не именно в светильниках, где-то в контактной части могут быть какие-то вопросы. Сегодня это все обследуем. Но я от своего персонала ожидаю, что улица Гоголя сегодня от самых первых домов до музея будет освещена полностью. Улица Карла Маркса также приоритетное освещение. Там планируется сделать до середины декабря, максимум до конца года. Ведется активная работа по замене освещения. Очень остро мы реагируем на те заявки, когда, допустим, есть проблемы в автоматике. Вот сейчас есть проблема по Ленскому тракту. Я думаю, люди меня услышат через этот репортаж. Мы все равно ее решим. Там проблема не в светильниках, а именно в автоматике. Мы знаем, что там целый микрорайончик въезд в город Кунгур у нас сейчас не освещается. Буквально вот осталось нам доработать два дня. И этот вопрос мы закроем. Потом уже будем дальше возвращаться к точечным заявкам. Очередное совещание общественной комиссии по рассмотрению мероприятий программы формирования комфортной городской среды связано с рядом изменений. Приятной новостью становится информация об увеличении финансирования Кунгура. В связи с тем, что были доведены лимиты из краевого бюджета и сумма лимитов была увеличена на 2,5 миллионов рублей, мы предлагаем включить в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 2021 года, еще две территории. Следующие по очередности – это Красногвардейцев, дом 53 и улица Красная, 24. Таким образом, в общий список дворов, которые планируются привести в порядок в 2021 году, включено 17 адресов, полный список которых представлен на экране. Остальные 28 дворов, включенных в программу, распределены на два последующих года. Второй вопрос, включенный в повестку, касается самой процедуры проведения ремонтных работ во дворах. Сейчас подрядчик определяется при помощи аукциона. Выигрывает тот, кто предлагает наименьшую сумму, что не всегда положительно сказывается на качестве работ и взаимоотношениях с жителями. Законом предусмотрена возможность передавать средства на ремонт в качестве субсидии юридическим лицам, в частности, управляющим компаниям. В ближайшее время мы разработаем внутренний порядок, утвердим его администрации города. По согласованию, конечно, с управляющим организацией мы проведем оценку регулирующего воздействия. И после всех этих процедур у нас появится возможность предоставлять субсидии юрлицам, а в частности управляющим компаниям, на благоустройство территорий. Виды работ прежние, то есть минимальный перечень работ – это дворовые проезды, освещение дворовых территорий, установка скамеек и урн, оборудование автопарковок, устройство тротуаров дворовых территорий. В этом случае полученную экономию можно было бы направить, например, на строительство детских площадок во дворах. Комиссия соглашается с тем, что подобный вариант требуется рассмотреть и обсудить его отдельно на встрече с управляющими компаниями. Еще один блок обсуждений касается устранения недостатков, выявленных во время приемки дворовых территорий в 2018 и 2019 годах. Как выяснилось, до сегодняшнего дня далеко не все из них устранены. Мы говорим, что здесь опасно, углы такие. Они говорят, что мы исправимся, сделаем, не волнуйтесь. Строительный мусор лежит на территории, мы увезем. И вот сейчас по управлению 57 скажу, строительный мусор около этих парковок как лежал, так и лежит. Строительный мусор, который в рамках комфортной среды делали контейнерную площадку, весь сдвинули. Мы с вами ходили и показывали этот мусор, вы знаете, и две зимы он лежит, сейчас собирается третью лежать. Никто ничего не увез, никто ничего не сделал. Заставить подрядчика устранить недоделки после того, как старшие по дому подписали акт выполненных работ, достаточно проблематично. Сегодня можно говорить лишь об исполнении гарантийных обязательств, которые администрация обещает взять на особый контроль. В завершение, в качестве дополнительной информации, первый заместитель главы города доводит до общественной комиссии намерение Кунгура побороться за победу во всероссийском конкурсе. В рамках подготовки участия в программе «Малые города» есть возможность поучаствовать в этой программе. До 15 мая нужно нам предоставить объемный пакет документов. Стоимость этого пакета документов от полутора до двух миллионов, чтобы только поучаствовать. То есть выиграем, не выиграем, это другой момент. До 100 миллионов получает город, малый город, численностью жителей до 100 тысяч. Присоединив другие программы к этому проекту, администрация планирует отремонтировать всю улицу Карла Маркса, превратив ее в местный Арбат. В Кунгуре продолжается ликвидация зарослей кустарников. Ранее мы рассказывали о работах на Кузнецовском озере. Сегодня работники компании «Мир цветов» приступили к очистке участка у дома 42 по улице Ленина. Как рассказал нам представитель подрядчика Юрий Давидович, всего предстоит вычистить 6 заросших городских участков. Еще одну территорию на Ленина, также на улице Свердлова, Красной и других. Для генеральной уборки выбрали наиболее заросшие участки в центре Кунгура. Все работы необходимо завершить к концу года. Родительский патруль школы номер 10 вышел на улицу, чтобы проверить, знают ли ученики безопасный путь до школы. Родительский патруль нам нужен для того, чтобы научить правильно детей переходить дорогу. Потому что у нас два перекрестка из школы, когда мы выходим, это перекресток нерегулируемый матроска и Карла Маркса. И второй перекресток на улице Ленина – это регулируемый перекресток. Это нужно обязательно, потому что дети не все правильно переходят по перекрестку дорогу. Родители выдают школьникам листовки с правилами дорожного движения. Задают им вопросы, чтобы убедиться, что дети знают, где можно безопасно перейти дорогу. Ходить аккуратно и не спеша смотреть по сторонам. На какой свет? На зеленый. Молодец. А на зеленый можно перейти? Не, надо готовиться, чтобы идти. Вышли для того, чтобы детям объяснить, напомнить еще раз, где переходить дорогу и как правильно переходить дорогу. Это долгосрочная работа. Чтобы объяснить школьникам правила безопасности на дороге, родительские патрули нужно проводить чаще. Данное мероприятие проводится школами ежемесячно. То есть необязательно с сотрудниками госавтоинспекции родительские патрули должны проводить каждый месяц данные акции, проверять соблюдение правил дорожного движения детьми вблизи образовательных учреждений. Родительские патрули будут проводиться во всех школах города и района. Только слаженная работа учителей и родителей при участии сотрудников госавтоинспекции может сделать так, чтобы дети знали правила дорожного движения и были в безопасности. Спустя год молодежный форум «Кунгур молодой» вернулся. Правда, в этом году в связи с ограничениями количество участников значительно сократили. Если в прошлом году было более 150 человек, то в этом году только 30 представителей активной молодежи. Это не единственное изменение в форуме. Цель форума – выявить активную молодежь, создать площадку для общения молодежи. В этом году мы решили задействовать больше работающую молодежь. В том году, если форум был рассчитан на студентов и старшеклассников, то в этом году это в большей степени работающая молодежь у нас получается. Ну и студенты, соответственно, мы тоже приглашаем студентов. Площадка форума может помочь молодежи представить свои идеи и проекты. Наверное, во многом кто-то выразит свои идеи, которые, может быть, на первый взгляд нам покажутся фантастичными, но, тем не менее, время показывает. Когда-то они находят свою реализацию и в момент реализации это далеко не фантастика, а это реалити жизни. Образовательная площадка форума – диалог с властью, разговор на равных. Участники могут задать интересующий их вопрос представителям администрации. В этом году я выпускница и у меня такой вопрос. После обучения в ГУЗе хотелось бы вернуться в Кунгур и работать в Кунгуре. Но вот проблема – будет ли строиться новое жилье? Например, молодым специалистам хочется приезжать и жить в новостройках. Поэтому и глава города в этой теме приоритетной, и губернатор, который здесь уже два раза был, поставил нам задачу строительства нового жилья. Площадки у нас есть. Мы в активном поиске инвесторов. Один такой лот уже был разыгран, и сдача жилья на 46 миллионов будет в апреле 2022 года. Если все сложится как надо, то первое жилье, первая ласточка уже будет строить. Программа форума, несмотря на ограничения, дает каждому молодому человеку выбор в интересующем направлении. Я хочу поучаствовать в много каких площадках. Почему? Я не знаю, уделили мало времени с 3.30 до 4.00, потому что за 30 минут там вроде 4 площадки, но обойти их просто невозможно. Хочется послушать везде. Но я выбрал одну конкретно у Петра Бабикова. Значит, узнать какие-то новые фишечки по видеомонтажу, конкретно работа с видео. Ну, потому что мне это интересно. Кроме видеомонтажа на интерактивных площадках, участники могут освоить азы в танцах, фотографии, музыке и рисовании. Организаторы надеются, что в следующем году без режима ограничений форум может стать масштабнее и участников станет гораздо больше. Новый год не за горами. Активно включиться в процесс украшения города всех владельцев торговых и иных точек приглашает администрация города. Самым-самым приготовили призы. Конкурсная комиссия уже сформирована и готова определить лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка Кунгура. Хочу пригласить наших предпринимателей и все, кто занят оказанием услуг в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг. Несмотря на все трудности этого года, у всех он был трудный, все равно хочется праздника, хочется оформления. И мы просим и приглашаем принять участие в конкурсе и сделать наш город красивее, праздничнее, поднять настроение друг к другу. Подробная информация об условиях конкурса размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Новогодний конкурс». Основные параметры остались прежними. Особенное внимание будет уделяться наличию в оформлении бренда, предложенного Министерством культуры. За него участники конкурса могут получить до 15 баллов. Также приветствуется наличие гирлянд, новогодних шаров и елок, скульптуры снега и других праздничных атрибутов. Заявки принимаются в администрации города до 21 декабря. Победителей конкурса ждет денежный приз, но проигравших в нем точно не будет. Общим подарком станет новогоднее настроение и приятные эмоции. Сегодня в Краеведческом музее презентуют новую книгу «Бесценный дар» Кирилл Тимофеевич Хлебников и его библиотека. Книга – это научное описание книг Хлебникова и статьи. Изданием занималась Пермская краевая библиотека имени Горького, централизованная библиотечная система города Кунгура и Кунгурский музей-заповедник. Это, конечно, книга о Хлебникове, но прежде всего это каталог собрания, которую когда-то Кирилл Тимофеевич подарил городу. Ну и у нас вот за музей, на практику, это первый такой вот большой настоящий книжный каталог. На презентации книги представлена коллекция Кирилла Тимофеевича. Благодаря ей в нашем городе была открыта библиотека, которая по своему собранию опережала некоторые губернские собрания книг. Сегодня впервые все найденные издания того времени показываются в одном месте – коллекции 90 книг, в числе которых есть произведения на иностранном языке. Интереснейшее редкое издание «Современник» Александра Сергеевича Пушкина. Здесь у нас все тома есть в музее благодаря собранию Кирилла Тимофеевича Хлебникова. Очень много книг о путешествиях, если посмотрите книги «Путешествий вокруг света». То есть Хлебников был сам знаком и с Лисянским, и с Крузенштерном. Он уважал его, считал человеком выдающимся в то время. Это для него был большой авторитет. Тема книги особенно близка тем, кто продолжает дело Кирилла Тимофеевича. Это сотрудники городской библиотеки, которая носит его имя уже 30 лет. 2020 год для нас дважды юбилейный. В первую очередь юбилей Центральной городской библиотеки имени Кирилла Тимофеевича Хлебникова нам исполнилось 180 лет. И второй юбилей Центральная городская библиотека носит имя 30 лет. Раньше радовались один раз в год, издавали книги, а сейчас, уважаемые коллеги, обратите внимание, насколько активно у нас эта деятельность развивается. Как вчера мы помним презентацию книги Ольги Анатольевны Ленёвой «Прогулки по птичевскому городу». Сергей Михайлович уже акцент делал в том, что два месяца назад презентовали книгу про семью Агеева. Буквально два месяца прошло, и уже сегодня у нас очередная презентация. Как отмечают сотрудники музея, коллекция книг Кирилла Тимофеевича Хлебникова имеет мировой масштаб. Благодаря ей в нашем городе появилась библиотека, и появились те, кто достойно продолжает его дело по сей день. Живи в твоей голове, и любить тебя неоправданно, отчаянно. На сцене премьер-зала вместе с ансамблем «Поющие руки» выступают вокальные коллективы ДК «Машиностроителей» «Прость» и «Волгатрио Ниана» и группа аниматоров «Транслирующие движения». Коллективу жестового пения 6 лет. За это время уровень их мастерства значительно вырос. Когда они вышли впервые на ту маленькую сцену, вы бы видели их состояние. Пот тек по спине, ручки дрожали, все краснели, зеленели. Сегодня совершенно другая история. Они привезли сюда своих родственников из Перми, из Кунгурского района. Нам вообще хочется, чтобы район-то как смелее к нам присоединялся. Это благоествовать в пространстве. И все слабослышащие, чтобы объединились в некую ассоциацию, которая может тоже себя показывать. Одну песню исполняют и с помощью голоса, и с помощью рук. Такое единство на сцене волнует зрителей, которые велят выступление впервые. Я работаю лор-врачом и непосредственно связана с этими пациентами. Я знаю, что такое у них жизнь. Я знаю, что значит быть без слуха. И поэтому низкий поклон организаторам этого концерта за то, что они предоставили такую возможность и такие яркие впечатления, которые не забудешь на долгое время. Низкий поклон. Уникальный в нашем городе ансамбль «Поющие руки» состоит из шести участников. Трое слабослышащих и трое полностью глухие. Обучить жестовому пению задача непростая. Очень сложно, тяжело, да. Особенно глухим, которые не слышат музыку. Их нужно всегда обучить, научить, объяснить все это. Каждый жест. Очень тяжело им. Совсем не слышат. Только чувствуют вибрацию. Работа со слабослышащими людьми, по мнению некоторых зрителей, не должна ограничиваться только концертами. Вы понимаете, люди, которые обделенные чем-то в нашем обществе, они все равно должны привлекать как можно больше внимания. И поэтому желательно, конечно, не только такие мероприятия в качестве концертов, желательно организовывать какие-то встречи, допустим, вечера, чтобы люди понимали, что они не едины в этом мире, что о них заботятся, что им уделяют должное внимание. Здравствуйте. Мы продолжаем подводить итоги уходящего 2020 года. И сегодня в нашей студии начальник управления образования администрации города Кунгура Олеся Прошакова. Здравствуйте, Олеся Алексеевна. Доброе утро. Ну что ж, начнем, наверное, с начала, да, что называется, того года. Это в первую очередь весна, которая показала, что мир может внезапно измениться. Это первый большой карантин. Вот как Кунгур пережил это время? Были ли только минусы или, может быть, какие-то плюсы? Вот расскажите, пожалуйста. Да, надо сказать, что действительно этот учебный год и предыдущий учебный год это год неких новых испытаний. Но не хочется говорить о том, что этот год прошел и во главе всего была пандемия. Хочется для системы образования сказать, что этот год был год открытий и изучения новых подходов. Действительно, эта ситуация заставила нас пересмотреть. И те способы работы, которые мы привыкли использовать, и те взаимоотношения, которые были налажены, перестроились все абсолютно, и дети, и родители, и педагогические коллективы, и вся система управления этим процессом, соответственно, тоже изменилась. Конечно, благодаря сложившейся ситуации мы увидели проблемы, связанные с неготовностью в первую очередь, не только моральной, к тому, что мы каждый день не приходим в школу или в детский сад. Это, конечно, и технические проблемы. Когда необходимо стало применять электронное обучение, соответственно, появились обращения от родителей, от педагогов, а как быть, если нет, допустим, технических средств. Возник вопрос, насколько серьезна эта проблема. Мы изучали этот вопрос. И на тот период достаточно неплохой увидели результат. Нам на тот момент родители показали, что только у 10% недостаточно технических средств или проблемы с доступом к сети интернет. На самом деле, пережили мы то окончание учебного года, но еще и более-менее благоприятно, в связи с тем, что, по сути, учебный год был уже завершен, и были такие итоговые уроки, были итоговые занятия, поэтому справились хорошо, и это мы увидим позже по результатам государственной итоговой аттестации. Сложность еще и оказалась в том, что ни родители, ни дети не были готовы к такой самоорганизации, к самоконтролю. Достаточно много необходимо было уделять внимание в тот момент детям. Это непривычная ситуация, но благодаря тому, что в то время большая часть родителей находились также на удаленном режиме, они были рядышком. Что, допустим, сейчас, в чем отличие нынешнего периода, когда практически все родители уже находятся на работе, и детям больше приходится заниматься собственным планом. Это следующий этап уже, да, более самостоятельный. Да, да. Но в то же время есть и положительные моменты. Конечно, это, как я и сказала, это год открытий и каких-то новых поисков. Это для образовательных организаций, которые искали способы, искали в тот момент больше самостоятельно это делали. Не было такой серьезной подпитки, поддержки ни науки, ни Министерства просвещения. Это все проходило процесс становления. То есть вот это достаточно такой большой пласт работы, который провели наши учителя, наши педагоги. И я думаю, что они справились с этим. Ну, вот вы уже затронули, да, итоговая аттестация ОГЭ, ЕГЭ. Переходим к следующему вопросу. То есть какие результаты, насколько наши дети, как выглядят на уровне края, в России, может быть? Да, в этом году в связи с этой ситуацией, конечно, итоговая аттестация проходила только для выпускников 11 классов. И точно так же у 11 классников был выбор, а сдавать или не сдавать вообще ЕГЭ. То есть сдавали в этом году только те, кто был мотивирован для поступления в высшее учебное заведение. 300 человек проходили ЕГЭ. Конечно, все сдавали русский язык, поскольку этот предмет необходим всем для поступления в ВУЗ. Ну и на втором месте по выбору предметов были математика и общество знания. В целом, конечно, хорошим результатом ЕГЭ является подтверждение успешности при решении выдать или нет аттестат с отличием. 37 выпускников в этом году получили такой аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении. Можем сказать о том, что русский язык сдали просто замечательно и точно так же вошли в число 10 лучших территорий Пермского края, которые смогли подтвердить эти результаты. Ну и также в топ лучших по абсолютному результату ЕГЭ Кунгур имеет в рейтинге Пермского края и по среднему баллу по всем предметам, и по числу высокобальников, и по числу тех, кто получил 225 баллов и выше. Конечно, это очень значительно для детей, потому что показатель 225 баллов – это еще и дополнительная стипендия для обучающихся в пермских вузах. Все ли поступили в пермские вузы? Плавно переходим в следующий вопрос. Да, здесь, конечно, надо сказать, что сам процент поступающих в вуз в этом году он тоже повыше стал. В этом году 68% детей в вузы поступили. В большей мере это вузы Пермского края самым популярным оказался Пермский политехнический университет, на втором месте классический университет. Хотелось бы, конечно, чтобы больше наших выпускников уходили в педагогические или медицинские вузы. Время нам поговорит о том, что это крайне необходимо на сегодняшний день. Но все-таки результаты достаточно хорошие и высокие. Следующий, наверное, этап – это летняя оздоровительная кампания. То есть тоже были свои особенности. Какие основные ее итоги? К летней оздоровительной кампании мы готовились в традиционном режиме, но пришлось перестраивать всю работу. Позже открылись загородные оздоровительные лагеря. С учетом требований, санитарных требований, перестраивали свою работу. Были свои сложности. В связи с этим пришлось городу Кунгуру находить дополнительные средства для того, чтобы все-таки лагерь смог заработать. И две смены, и загородный лагерь «Чайка» и «Ермак» функционировали. 617 детей всего отдохнули в этих лагерях. Но это не самая массовая форма занятости отдыха детей в этом году. Не функционировали лагеря с дневным пребыванием, поэтому пришлось перестроить систему занятости детей непосредственно в образовательной организации. Разновозрастные отряды в этом году работали малыми группами по 5 человек. Продолжительность была небольшая, поэтому смогли охватить достаточно много. Но еще особенностью этого года было то, что в рамках летней кампании активно начали работать культурно-досуговые учреждения. Это была очень серьезная их помощь в связи с тем, что действительно малыми группами мы работали с детишками. И очень хороший проект в этом году был реализован. «Ребята нашего двора». Здесь подключилась комиссия по делам несовершеннолетних. И совместно со студенческими отрядами эта форма также получила очень серьезную поддержку именно в части детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Их охватить смогли по максимуму. Поэтому и те показатели, которые мы видим по итогам летнего периода и по преступности, и по правонарушениям, они нас радуют. То есть показатели снизились. Ну, параллельно, наверное, вот этим формам шли активные ремонты. Мы неоднократно тоже выезжали. В садах, в школах. Вот какую-то общую картину. Расскажите, пожалуйста. В течение 2020 года работа велась очень активно. Есть замечательный проект «Приведение нормативное состояние». И в рамках этого проекта более 50 миллионов в этом году освоили наше учреждение, приводя их в соответствие с требованиями Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, антитеррористической защищенности. Конечно, самый большой объем работ, более 30 миллионов, было израсходовано на устранение предписаний именно Роспотребнадзора, то есть санитарные требования. Говоря, если вот так вот по объему, много работ было проведено по безопасности, ремонт крыш, ограждений и так далее и тому подобное, более 8 миллионов рублей. Всего 16 объектов было отремонтировано, поэтому действительно на контроле находилось в течение всего лета этой деятельности. Глава города неоднократно лично принимал участие в том, как проводятся эти работы. И мы, в свою очередь, как управление образования, наблюдали. Часть работ действительно удалось нам провести немного ранее, потому что было ограничено какое-то время функционирование образовательных организаций, поэтому справились раньше. То есть сейчас все работы завершены? Да, сейчас все завершены, но если говорить уже по другому проекту, уже на протяжении ряда лет ведется работа по ремонту и обустройству спортивных объектов. В этом году работа продолжалась. Как всем известно, было обустроено две открытые спортивные площадки. Это вблизи гимназии 16 и вблизи лицея номер 1. В следующем году мы эту работу продолжим. Прошли уже конкурсный отбор и планируется ремонт спортивного зала в начальной школе 21-й школы. И будет обустроена открытая спортивная площадка вблизи 10-й школы. Также очень долгожданный объект. Ну, в новый учебный год дети уже пришли. Вот ремонтированные школы, детские сады. Ну, как начали? То есть, сколько первоклассников? Может быть, какие-то особенности этого учебного года можете отметить? Конечно, начало учебного года было ознаменовано созданием дополнительных санитарных условий. Мы помним все, с какими ограничениями проходил День знаний. Но самое главное, что он проходил в очном режиме. И все этого очень ждали. Все встретились. Да, это произошло именно так. 770 детей пришли впервые в школу. Это достаточно много. Так я бы сказала, стабильное количество ежегодно примерно столько. Ну, и в целом у нас насчитывается сейчас в школах более 7600 детей. Все-таки мы хотим сделать традиционным уже поздравление с выходящим годом. Все равно декабрь на дворе. С удовольствием предусмотрю вам слово для того, чтобы вы поздравили всех жителей города Кунгура. Уважаемые коллеги, конечно, хочется обратиться к вам, дорогие родители, дети. Я с удовольствием всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Хочется вам, ребята, пожелать иметь ощущение сказки. Ощущение Нового года, ощущение чуда. Пусть оно обязательно будет. Пусть будет здоровье у всех. Пусть исполняются самые заветные мечты и желания. Спасибо, Олеся Алексеевна. Напоминаю, что сегодня в нашей студии «Итоги года» подводила начальник управления образования администрации города Кунгура Олеся Паршакова. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова